Приветствую всех. Обзор WorldCoin. Ожидается бум проекта по революционному изменению криптовалют. С выпуском GPT-Chart от OpenAir началась волна бума искусственного интеллекта. Но в то же время основатель OpenAir сам планирует еще один криптобум, который также произойдет в первой половине этого года – PortCoin. Что же это такое? Давайте узнаем сейчас. Это проект, созданный для того, чтобы отличить людей от искусственного интеллекта и запустить совместную криптовалюту. Ожидается, что он разработает протокол с открытым исходным кодом для глобальной финансовой справедливости и эксклюзивности. Улткоин – это новая глобальная валюта, находящаяся в совместном владении, основанная на эфиреум, которая будет распространяться как можно большим количеством людей. Люди во всем мире получат кусок бесплатно. Компания предлагает, если они согласятся, сканировать свою радужную оболочку с помощью специально разработанного устройства, которое компания называет хромовым шаром. Глобус нужен, продолжает веб-сайт, из-за приверженности в Волткоин справедливости. Каждый человек получает свою долю цифровой валюты и не более того. Чтобы избежать двойного падения, хромированная сфера сканирует радужную оболочку глаза участника и несколько других точек биометрических данных, а затем, используя запатентованный алгоритм, который компания все еще разрабатывает, криптографически идентифицирует, подтверждает, что они являются людьми и уникальны в базе данных Волткоин. Проект был основан с Сэмом Альтманом, Алексом Бланьем, Сэмом Альтманом и Максом. Работа над проектом началась около трех лет назад. Вскоре он готовится к запуску блокчейн-протокола. После основания он получил финансированную в сети ААА в раундах возглавляемого от А16Z Coinbase Ventures Digital Currency Group. И соучредитель Лин Дикин Рэйд Хоффман входит в число других инвесторов. В марте прошлого года компания привлекла 100 миллионов долларов через частную продажу токенов, ссылаясь на двух инсайдеров. Согласно отчету Глобального института, в настоящее время более 4,4 миллиарда человек не имеют законного удостоверения личности или цифрового доступа. Для проверки личности WorldCoin стремится создать крупнейшую и самую справедливую в мире цифровую валюту и систему идентификации. Он выполняет аутентификацию личности, сканируя глазные яблоки каждого человека на планете. И на сегодняшний день сканируют глазные яблоки миллионов людей. Уткоин находится в стадии бета-тестирования. Ожидается, что основная сеть будет запущена в первой половине 2023 года. Он привлекает 120 миллионов долларов США при оценке 3 миллиарда долларов США. За ним стоят два основных агентства – WorldCoin Fondations и Tools in Humanity. Фонд WorldCoin используют для поддержки экосистемам WorldCoin и создания сообщества. Tools in Humanity – это технологическая компания, которая стремится обеспечить более справедливую экономическую систему, а также является реальным агентством по развитию WorldCoin. Почему он был создан? У WorldCoin есть три основные задачи – создание глобального идентификатора личности, глобальной валюты и кошелька с идентификатором личности и валюты. Вы можете использовать свои токены и другие цифровые активы и традиционные валюты для оплаты, покупки и перевода. Эти три задачи соответствуют трем элементам. WorldID – цифровая идентификация, основанная на защите конфиденциальности и подтверждения личности, что будет объяснено позже. WorldCoin – первый токен, распространенный бесплатно для всех по всему миру, планируется распространить среди 1 миллиарда человек. WorldCoin – кошелек для платежей, покупок и переводов по всему миру. Этот проект хочет создать цифровую экономику, в которой каждый может участвовать и постоянно растущей цифровой экономике, и получать выгоду от децентрализированной коллективной собственности. Первый шаг – позволить, как можно большему количеству людей владеть одним и тем же токеном. И чем больше похожих токенов используется для формирования сетевых эффектов, тем более ценным будет токен для каждого участника. Поэтому WorldCoin будет транслироваться на 1 миллион человек по всему миру, чтобы быстро расширить свою финансовую сеть. Для этой цели компания WorldCoin разработала набор глобусов, Мобильные номера и адреса электронной почты по-прежнему нуждаются в упрощении получения. Тем не менее, адреса кошельков могут быть очень удобно интегрированы без курс на Web3, что приводит к распространению поддельных учетных записей. Поэтому справедливость распространения токенов является основной проблемой, которую нужно решить. Каждый человек может же регистрировать только один кошелек в своей сети. При обсуждении GID, анализа данных и других средств, WorldCoin напрямую применяет первый принцип. Продукты сфера. Это сферическое устройство диаметром около 20 сантиметров и весом 2,5 килограмма предназначено для сбора данных с глаз пользователя для решения задач с помощью геометрии. Именно ОООБ будет захватывать взгляд пользователя, затем преобразовываться в короткий код, чтобы помочь системе проверить, зарегистрирован ли этот человек или нет. Система будет сравнивать с другими базами данных. Если совпадение не найдено, то пользователь будет принят и добавлен в базу данных для получения бесплатных изнаграждений от проекта. В противном случае, если есть совпадение, пользователь зарегистрированный ранее, а значит вы будете немедленно дисквалифицированы. Изображение не нужно будет хранить или загружать, в отличие от других централизированных сервисов. А пользователям не нужно будет доставлять личную информацию при регистрации. Лобкоин проводит тестированный ОООБ в нескольких странах середины 2021 года, таких как Чили, Кения, Индонезия, Судан, Франция. Результат тестирования показывает, что уровень регистрации использования ОООБ на быть простым для понимания. С тех пор платформа создала приложение для мобильного кошелька, которое позволяет пользователям узнавать ООООБ и других криптовалютах. Кроме того, пользователи могут запросить просмотр своего баланса, отправку платежей peer-to-peer и использовать их в буткон в экосистеме Ethereum. Комплект для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом. SDP поможет разработчикам создавать продукты на лобкоин, будут сочетаться с существующими протоколами децентрализированного финансирования, позволить любому удовлетворить рыночные, местные и региональные глобальные потребности. В частности, эти SDK используют набор шифров нулевого разглашения для сторонних приложений, поддерживая конфиденциальность пользователей, описанную в разделе о конфиденциальности учетной записи. Как работает Волткоин? Механический Волткоин – это протокол уровня 2. В блокчейне Ethereum он следит за своей собственной экономикой и валютой, и полагается только на главный сервер в целях проверки. Волткоин намеревается охватить всех на Земле и внедрить криптовалюту в их смарт-устройство. Для этого Алькману и его команде нужны участники, которые докажут, что они настоящие люди, а не что-то еще, поскольку биометрические данные уникальны, и их сложно манить. Этот метод гарантирует, что каждый может получить Волткоин только один раз. Устройство под названием RRB сканирует ваше глазное яблоко, когда вы хотите получить монеты. Это технология распространения глазного яблока, которое оцифровывает узоры цветной части вашего глаза. Затем он сжимает образцы в код, предоставляющий идентификатор владельцу монеты, где хранит свои копии ваших радужных оболочек. И что они с ними делают, неизвестно. В настоящее время Волткоин привлекает внимание тысяч людей в Азии, Южной Америке, Африке и некоторых частях Европы. Количество пожертвованных монет прямо не указано, но учитывая, что оно оценивается всего в несколько центов, оно может не изменить жизнь. Еще одна очевидная деталь заключается в том, что Волткоин разрабатывается на Западе. Но его прототипы и процессы тестирования проводятся в разных частях мира, особенно в более бедных районах, регионах. Искте Волткоин. Одной из основных проблем, связанных с Волткоин, является безопасность, поскольку сбор данных становится все более и более распространенным явлением, игнорируется. Люди не могут не беспокоиться о сканировании глаз. Даже если Волткоин уверит пользователей, что никакие биометрические данные их не будут храниться, существует повсеместная уязвимость при взгляде на то, что безжизненное устройство под названием ОРБ. Распознавание радужной оболочки может сделать многое. Это помогает работодателям отслеживать вовлеченность сотрудников. Правоохранительные органы также используют эту технологию для выявления преступников или быстрой записи их информации. Интеллектуальные устройства начинают использовать распознавание радужной оболочки глаза вместо паролей для более безопасного входа в систему. Проблема с этой технологией в том, что вы очень легко победите. Вы даже можете увеличить снимок глаз человека и обойти некоторые детекторы радужной оболочки. Волткоин не только имеет копию вашей радужной оболочки, но и знает, куда она идет, пока вы ее храните. Если это правда, вещь, которую вы покупаете, или люди, за которых вы платите, вероятно, будут записаны. Еще одна потенциальная проблема с волткоином. Спрос и предложение. Спрос легко увеличить. Подталкивать цены вверх, когда предложение низкое. Пока у половины, например, есть волткоин, другая половина захочет участвовать. В результате спрос увеличивается. А вместе с ним и цена. Это создает здоровую экономику. В отличие от того, что все имеет одно и то же. И все ждут девальвации, которая может никогда не произойти. Заключение. Сам волткоин – это криптовалюта, построенная поверх уровня 2 эфирюм. Для обеспечения высокой безопасности сети эфирюм. Букойн стремится предоставить пользователям новый взгляд на DeFi с ASPY, объединив традиционную и централизированную финансовую экономику. Однако в настоящее время проект сталкивается со многими серьезными проблемами от человеческих ресурсов до строительства инфраструктуры. Подход к проекту все еще довольно распутчатый, поскольку проект еще не выпустил технический документ. Хотелось бы рассмотреть принципиально, что это такое, и что это представляет человеческий документ. Какие блага можно получить, и какие опасности. И вот ли перспектива для расширения этого проекта. Это очень заманчивая. Заманчивая идея. Желаю вам всех благ. Профита, друзья. Продолжение следует...